На открытии музыкально-поэтического спектакля «Он, она и мелодия их жизни» глава Одинцовского района Андрей Иванов поприветствовал зрителей и именитых гостей. Также он напомнил, что год назад администрация поставила перед собой амбициозную цель сделать Одинцова культурной столицей Подмосковья. И когда к нам в гости с удовольствием приезжают звезды мирового масштаба, то можно сказать, что эта задача начинает иметь не метафорический, а реальный характер. Да, увы, многие удивились, как же так говорили скептики. Одинцово – это город ракетчиков, Одинцово, ну в конце концов город строителей, а тут культурная столица. Но прошло время, и скептики изменили свое мнение, потому что за этот год мы провели огромное количество творческих вечеров, концертов, культурных мероприятий в городе Одинцово. Таких, как симфония добра, дорога к преподобному, различные творческие вечера, рождественские чтения, и многое-многое другое, что стало знаковым явлением в культурной политике Подмосковья. Идея совместного проекта маэстро Игоря Бутмана и Илза Лиеппа принадлежит советнику губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. В первом отделении концерта квартет Игоря Бутмана исполнил знаменитые композиции. Начался вечер с музыки из мультфильма «По следам бременских музыкантов». Также прозвучали произведения Джеймса Брауна, Дюка Эллингтона и многие другие. По традиции джазового искусства каждое сольное выступление сопровождалось громогласными аплодисментами. Аплодисментами Саксофониста Игоря Бутмана называют лицом современного российского джаза. Он автор и вдохновитель ряда крупных музыкальных фестивалей. За 16 лет оркестр Игоря Бутмана объездил с гастролями сотни городов различных стран мира. Коллектив славится работами на стыке джаза и классической музыки. Играя в этом зале, нам пришла идея, что здесь можно пройдить замечательные джазы и фестивали. И сделать, как говорил Андрей Робертович, что это надо сделать из инвестиционного культурного столица Подмосковья. Это абсолютно возможно, имея такой замечательный вместительный зал. Балерина Илза Лиепа была первой исполнительницей многих партий в известных балетах репертуара Большого театра России и других театров мира. Во втором отделении дебютного проекта под музыку джазового оркестра она читала проникновенные строки поэтессы Карины Филипповой, песни на стихи которой в советской эстраде исполняли все. От Клавдии Шульженко и Людмилы Зыкиной до современных звезд. Уходя, ничего не берите из прошлого, даже чашка порою бывает свидетелем. «Только вашу любовь унесите с собой, пусть сегодня застыла она от обиды, только вашу любовь унесите с собой, с нею в новое счастье дороги открыты». «Я под большим впечатлением, я в восторге, я никогда не читала поэзию на стадионе, и я очень рада, что эта премьера произошла в Одинцово, здесь замечательная публика». В рамках музыкально-поэтического спектакля для зрителей организаторы подготовили и литературную викторину. Еще в пое гостям фестиваля раздавали анкеты, в которых нужно было правильно ответить на вопросы, касающиеся литературы. В конце вечера прославленные артисты вручили победителям подарки – издание русских писателей и поэтов. «Концертом очень довольны, я считаю, у них получился очень хороший проект, получился, очень хороший проект. И я считаю, что с этим проектом можно теперь по всей России, что называется, чёсом». «Джаз – это всегда очень увлекательно, весело, живо, и смесь с лирикой – это всегда очень интересно». «Потрясающе просто, это виртуозная игра, и пианисты, и вообще оркестр, все было очень здорово». Музыкально-поэтический проект «Он, она и мелодия их жизни» в первую очередь родился благодаря тому, что совпала творческая энергия двух талантливых людей. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».